Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дорожный фонд Башкортостана в 2015 году составил 11 миллиардов 880 миллионов рублей. В этом году цифра снижена почти на 800 миллионов. Об этом сообщает Госкомитет Республики по транспорту и дорожному хозяйству. В целях привлечения дополнительных средств республика участвовала в нескольких программах по привлечению федеральных средств. И на условиях софинансирования из республиканской казны были закончены несколько проектов. Если взять прошлый год, только на строительстве сельских дорог, участвуя в программе ФЦП, федеральная целевая программа устойчивого развития сельских территорий, мы привлекли в республику 238 миллионов федеральных средств. На эти плюс софинансированные стороны республики идут 156 миллионов. Мы построили 16, построили, это новые строительства имеется в виду, к 16 населенным пунктам автомобильные дороги. Помимо этого, республика привлекла 1 миллиард 400 миллионов рублей по госпрограмме развития транспортной системы до 2017 года. Средства позволили построить дороги в обход города Белорецка, уфимского затона и начать возведение второго моста через Белую в этот же микрорайон. Также ведется проектирование обхода города Нефтекамска. В планах сделать объездную дорогу в городе Бирск. В 2015 году количество регистрационных действий на коммерческую и торговую недвижимость в Башкортостане сократилось на 7,5%. Данные сообщили в региональном управлении Росреестра. В прошлом году в республике зафиксировано более 44 тысяч прав собственности на нежилые помещения. Для сравнения, в 2014 году таких сделок было на 3,5 тысячи больше. Аналогичной ситуации на рынке жилой недвижимости. В целом, по данным экспертов, в 2015 году впервые на рынке сложилась ситуация, когда предложение значительно превысило спрос. С жилыми помещениями ситуация также немножечко снизилась. Ну, там на 8,8 где-то процентов, на 8,8 процента снижена. Собственно, мы связываем эту ситуацию, снижение количества регистрационных действий, с тем, что снизилась активность рынка недвижимости. Информация о курсах валют установлена Центробанком на сегодня. И доллары и евро незначительно подешевели. Американская валюта снизилась на 18 копеек до 78 рублей 48 копеек. Европейская на 32 копейки до 85 рублей 29 копеек. И лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в БКС-банке за 79 рублей 8 копеек. По продаже в Акбарс-банке за 79,55. И наиболее выгодные предложения по покупке евро также в банке БКС за 86 рублей 62 копейки. По продаже в Акбарс-банке за 86 рублей 90 копеек. Банковские вклады для сохранения сбережений используют лишь более 10% опрошенных россиян на непогашенных кредитах, займов в микрофинансовых организациях, потребкооперативах или ломбардах у 21% населения страны. Данные публикует сегодня Центробанк России. При этом почти половина опрошенных имеет минимум один счет, открытый в кредитной организации. 17% респондентов не захотели открывать вклад из-за низкой процентной ставки. 33% отказались от банковского кредита в связи с его высокой стоимостью. По данным Национального банка республики, общий объем вкладов излиц к концу 2015 года приблизился к 400 миллиардам рублей. Это четвертое место среди регионов Приволжья и 13 место по России. Что касается задолженности по кредитам, то общий объем, выданный жителям республики на 1 декабря прошлого года, составил 271 миллиард 966 миллионов рублей. Споры, связанные с хищением денег с банковских карт, граждан будут отныне подведомственны арбитражным судам, а не судам общей юрисдикции, пишут сегодня о известии. В последних поправках к закону о национальной платежной системе, который готовит рабочая группа при Центробанке, говорится о том, что в арбитраж вправе обратиться как клиенты банков, пострадавшие от несанкционированных списаний, так и банки-эмитенты. В проекте главы прописываются требования к иску о несанкционированном списании средств с карты. В нем должны быть указаны обстоятельства списания, реквизиты карты, доказательства того, что платеж был проведен без согласия владельца карты. Однако, как говорится в пояснительных записках к документу, действующие механизмы судебной защиты не позволяют в надлежащей мере обеспечить защиту клиентов банков от хищений с карт. Поэтому правоохранители должны более тщательно вести работу в этой части. О новостях пока все. Далее Елена Хрупова и программа «Рынки. Позиция». Не переключайтесь.